Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах живот даровав. Христос воскрес из мёртвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах живот даровав. В воскресенье день, просияем люди, Пасха, Господня Пасха, ибо от земли к жизни, из земли к небесам, Христос Бог нас перевёл в песню победную, поющую. Христос воскрес из мёртвых, очистим чувства и увидим неприступным светом воскресенье сияющего Христа и говорящего. Радуйтесь, ясно услышим, воспевая песнь победную, Христос воскрес из мёртвых, небеса достойны довеселяться, земля же дорадуется, допразднует весь мир, как видимый, так и невидимый. Ибо Христос восстал, веселье вечное, Пресвятая Троица, спаси нас. Умерщвление предел сломила ты, носив в очреве жизнь вечную Христа, из гроба воссиявшего в сей день, Дева всенепорочная и мир просветившего. Пресвятая Троица, Богородица, спаси нас. Воскресшим, увидев Сына Твоего и Бога, радуйся с апостолами, благодатная, чистая. И первое слово «радуйся», как причина радости для всех, приняла ты, Богоматерь, всенепорочная. Придите, будем пить питье новое, не из камня бесплодного чудесно изводимое, но бессмертие источник, пролившийся из гроба Христом, на котором мы утверждаемся, Христос воскрес из мертвых. Ныне все исполнилось света, и небо, и земля, и преисподняя, пусть же празднует все творение восстания Христа, на котором утверждается, Христос воскрес из мертвых. Вчера я погребался с Тобою, Христе, с Тобою воскресшим, в сей день восстаю, распинался я с Тобою вчера, сам прославь меня с собой, Спаситель, в царстве своем. Пресвятая Богородица, спаси нас. К жизни непорочной перехожу я в сей день, по благости родившегося от Тебя чистое, и все мира концы светом озарившего, Пресвятая Богородица, спаси нас. Увидев Бога, Которого воплоти носила ты во чреве чистое, из мертвых восставшим, как сказал он, ликуй, и как Бога непорочная его величай. Жены, пришедшие с Марии до рассвета, и нашедшие камень отваленным от гроба, услышали от ангела во свете вечном пребывающего, что вы ищете среди мертвых как человека. Посмотрите на погребальные пелены, бегите и миру возвестите, что восстал Господь, умертвив смерть, ибо Он, Сын Бога, спасающий ворот человеческий. На божественной страже благословенный Снеавакум достанет с нами и покажет цветоносного ангела, ясно возглашающего. В сей день спасения миру, ибо воскрес Христос, как всемогущий. Христос воскрес из мертвых, мужем, как разверзающий девственное чрево, явился Христос, а как предлагаемый в пищу назван Агнцем, непорочным же, как непричастный скверни, Он, наша Пасха и как Бог истины, зовется совершенным. Христос воскрес из мертвых, как однолетний Агнец, для нас добрый венец, благословенный, добровольно заколот за всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды солнцем. Христос воскрес из мертвых, богатец Давид, пред ковчегом, подобным тени скакал, играя. Мы же, святой народ Божий, исполнение прообразов видя, возрадуемся Бога вдохновенно, ибо воскрес Христос, как всемогущий. Пресвятая Богородица, спаси нас, создавший Адама, Твоего правоца чистое, созидается от Тебя, и всей день он смертью своей упразднил. Через Того пришедшую смерть и всех озарил божественными блистаниями воскресения. Пресвятая Богородица, спаси нас, видя Христа, Которого носила Ты в чреве чистая, прекрасно из мертвых, воссиявшего. Сей день для спасения всех, славная и непорочная среди жен, и прекрасная, с апостолами радуясь, его прославляй. Бодрствовать будем с раннего утра, и вместо мира песнь принесем Владыке и Христа, узрим правды солнца, всем жизнь излучающая. Христос воскрес из мертвых, безмерное Твое милосердие, видя Христе, связанные узами ада, к свету стремились, радостными стопами восхваляя Пасху вечную. Христос воскрес из мертвых, приблизимся со светильниками в руках ко Христу, выходящему из гроба, как жениху, и отпразднуем вместе с торжествующими небесными полками Пасху Божию Спасительную. Пресвятая Богородица, спаси нас! Просвещается божественными и живоносными лучами воскресения Сына Твоего, Богоматерь Пречистая, и радости исполняется благочестивых собранием. Пресвятая Богородица, спаси нас! Не отверз ты врат девства превоплощений, не разрушил печати гроба царь создания, и потому воскресшим тебя видя, Матерь радовалась. Сошел ты в глубочайшие места земли, и сокрушил засовы вечные, державшие заключенных в оковы Христе, и на третий день, как из кита Иона, воскрес из гроба. Христос воскрес из мертвых! Сохранив печати целыми Христе, ты восстал из гроба заключенного чрева Девы, не повредившей при рождении Твоем, и открыл нам райские двери. Христос воскрес из мертвых! Спаситель мой, живая и незаколаемая моя жертва, сам себя, как Бог, добровольно принеся Отцу, ты воскресил с собою общего родоначальника Адама, воскреснув из гроба. Пресвятая Богородица, спаси нас! Издревле удерживаемая смертью и тлением, возведенна к нетленной и вечной жизни, воплотившимся от Твоего причистого чрева Богородица Дева. Пресвятая Богородица, спаси нас! Сошел в глубочайшие места земли, в недра Твои чистая, сошедший и вселившийся, и воплотившийся превыше ума, и воздвиг он с собою Адама, воскреснув из гроба. Хотя Ты сошел во гроб бессмертный, но уничтожил силу ада и воскрес, как победитель Христе Божий, женам-мироносицам возгласив, радуйтесь. И Твоим апостолам мир даруя, Ты, дающий падшим воскресенье, прежде солнца, бывшее солнце, зашедшее некогда во гроб, придя еще до наступления утра, искали, как дневного света мироносицы девы, и одна к другой взывали. О, подруги! Давайте помажем благовониями тела, источающего жизнь непогребенная, плоть того, кто воскрешает падшего Адама, лежащую во гробе. Пойдемте поспешим, и как волхвы, и поклонимся, и принесем мира, как дары, уже не пеленами, а плащеницую обвитому, и прольем слезы и воскликнем. О, владыка, восстань, дающим падшим воскресенье! Воскресенье Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем. Придите, все верные, поклонимся святому Христову воскресенью, ибо вот пришла через крест радость всему миру, всегда благословляя Господа, воспеваем воскресенье Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть разрушил. Воскрес Иисус из гроба, как предсказал, даровав нам вечную жизнь и великую милость. Отроков из печи избавивший, став человеком, как страдает, как смертный, и своим страданием облекает смертная в красоту бессмертия. Единый, благословенный, Бог Отцов и Препрославленный, Христос воскрес из мертвых. Жены богомудрые с благовониями вслед Тебе спешили, но кого они, как смертного, со слезами искали, Тому с радостью поклонились, как живому Богу и Пасху таинственную, ученикам Твоим Христе благовествовали. Христос воскрес из мертвых. Смерти празднуем умерщвление, ада разрушения, иной вечной жизни начала. И в восторге воспеваем тому виновника, единого благословенного, Бога Отцов Препрославленного. Христос воскрес из мертвых. Поистине священно и достойно всякого торжества. Эта ночь спасительная и святозарная, светоносного дня воскресения предвестница, в которую вечный свет из гроба воссиял во плоти, для всех воссиял. Пресвятая Богородица, спаси нас! Умертвив в сей день смерть, Сын Твой всенепорочный, Всем смертным жизнь пребывающего веки веков даровал, Единственный благословенный Бог Отцов и Препрославленный. Пресвятая Богородица, спаси нас! Царствующий над всем творением, став человеком, Вселился в Твое чрево благодатное, и распятие, и смерть претерпев, Воскрес, как подавает Богу, воздвигнув нас с Собою, как всесильный. Этот желанный и святой день, первые от субботы, царственные и главные, Есть праздника в праздник, и торжество из торжеств. В сей день благословляем Христа вовеки. Христос воскрес из мертвых! Придите вкусим нового плода виноградной лозы, Божественного веселья, в славный день воскресения, И примем участие в Царстве Христа, воспевая его, как Бога вовеки. Христос воскрес из мертвых! Подними очи Твои сион, и вокруг посмотри, Ибо вот сошлись к Тебе, как божественные сияющие светила От запада и севера, и моря и востока, Дети Твои, благословляющие в Тебе Христа вовеки. Пресвятая Троица Божия наш, слава Тебе! Отец Вседержитель, Слово и Дух, Единое в трех лицах существо, Всевышнее и Божественнейшее, В Тебя мы крещены, и Тебя благословляем во все века. Пресвятая Богородица, спаси нас! Пришел в мир Творец через Тебя, Дева Богородица, И чрево ада расторгнув, нам смертное воскресенье даровал, Потому мы благословляем его вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас! Низложив все могущество смерти, Сын Твой, Дева, своим воскресеньем, Как Бог крепкий, вознес нас Собою и обожил, Потому мы воспеваем его вовеки. Светись, светись, Новый Иерусалим, И во слава Господня над Тобою зашла, Ликуй ныне и радуйся сион, Ты же чистая красу, Ты же радуйся, чистая Богородица, О воскресенье, рожденного Тобой. Христос воскрес из мертвых, О Божественное, о Возлюбленное, О сладчайшее Твое Слово, Ибо Ты не ложно обещал Быть с нами до кончины века Христе, Держась Его, как якоря надежды нашей, Мы, верные, радуемся, Христос воскрес из мертвых, О Пасха Великая, Священнейшая Христе, О мудрость и Слово Божия сила, Даруй нам совершение к Тебе приобщиться, Вечно в светлом дне Царства Твоего, Пресвятая Богородица, спаси нас, Мы, верные, согласно прославляем Тебя, Дева, Радуйся, дверь Господня, Радуйся, град одушевленный, Радуйся, ибо благодаря Тебе В сей день нам воссиял Свет воскресенья из мертвых От Тебя рожденного, Пресвятая Богородица, спаси нас, Веселись и радуйся, Божественная дверь света, Ибо Иисус, зашедший во гроб, Взошел, просияв светлее солнце И всех верных озарив Богом обрадованная владычица, Плоти уснув, как смертный, Ты, Царь и Господь, На третий день воскрес, Адама воздвигнув исцеление И упразднив смерть, Пасха не тление, Мира спасения, Да восстанет Бог, И рассеются враги Его, Пасха, священная Всей день нам явилась, Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всемечтимая, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери рая нам открывшая, Пасха освящающая всех верных. Как исчезает дым, Да исчезнув. Идите после видения жены благовестницы И сиону возгласите, Прими от нас радость благовестия О воскресении Христовом. Веселись, ликуй и радуйся, Иерусалим, Царя Христа, Узрев как жениха из гроба выходящим. Так-то погибнут грешники от лица Божия, А праведники-то возвеселятся. Жены, мироносицы, Глубоким утром гробницы жизни подателя представ, Нашли ангела на камне восседавшего, И он, обратившись к ним, Так возглашал, Что вы ищете живого между мертвыми? Что оплакиваете нетленного, Как тленью подпавшего? Возвратившись, возвестите ученикам его. Это день, который сотворил Господь, Возрадуемся и возвеселимся вон и. Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха, Пасха всесвященная нам зашла, Пасха, радостно друг друга обнимем, О Пасха, избавление от скорби, Ибо из гроба в сей день, Как из брачного чертога просияв Христос, Жен исполнил радости словами, Возвестите апостолам. Слава Су и Сыну и Святому Духу И ныне, и всегда, И во веки веков, аминь. В воскресенье день, И засияем торжеством, И друг друга обнимем, скажем, Братья и ненавидящим нас, Все простим ради воскресения, И так возгласим, Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, И тем, кто в гробницах, Жизнь даровав. На, Тихонич, молитесь. Спасибо, Господи, Побилы от самого Духа, Родители, Благодетели, Петрополита Иллариона, Бископа Евтихия, Витчмита, Акапанкин, Амита, Тихон, Антон, Священный Илья, Атима, Павла, Геннадия, Серкия, Серкия, Василькия и Анна, Михаила, Аума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засима, Алипия, Андрея. Диахонов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Митрополита, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнирия, Александра, Диодора, Тихона, Иглебу не дай погибнуть. Восемь всех святых, молитесь о нас. Слава Тебе, Господи, за эту тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание обнаружить и умножить наши таланты, дарованное Тобой, этот дар неба. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Коснись, сердца правителей, наведи страх Твоя на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, дабы издавали мудрые законы, дабы люди могли достойно жить и иметь возможность уделять нуждающимся и сохранить их от покушения на них. Владимира, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Дай мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. Господи, благослови детей Сирии, защити их. Благослови нас прожить этот день во славу имени Твоего Святого и в прославлении дивных дел Твоих. Сохрани нас здесь селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, сына и Владимира, обрати к себе. Людмилу, любовь, Владимира, Алексея, Иосифа. Пришли добрые жители с детьми, знающими и любящими уставы Твои. Сохрани школу. Спаси, помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никит и Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Аликкину. И Рашир, ты делу в общем. Найди новое души. Аллилуйя. Анастасия, помилуй, Надежду. Валентину, Екатерину. Евгения, Анастасию, Наталью. Романа. Михаила, Нина, Анну, Юрия. Екатерину, Екатерину, Галину. Сергея, Сергея, Сергея. Андрея, Андрея. Рахири, Едру. И Самире дай веру истинную, дабы не верил уже пророчеству. Добрые дела, и это придут на память Тебе, Господи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авго, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славою, Аллилуйя. Благослови Анатолию, Вячеславу, Дмитрию, Сене. И нас помилуй, милости Твоей ради. Благодарю Тебе, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание Суда Божия. Благодарю за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на святые каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога Наша, спаси нас молитвами Своими. Бознай милости всем, помогавшим нам в путешествии. Господи Павла, Зинаида Благослови, Владимира Семейства и ее, Людмила Надежда, Дмитрия Сергея. И всех имена знаешь. Избави от пьянства Павла, Михаила Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И найди все наше родство и дайте Валентину Ирину, Татьяну Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию Татьяну. Возьми на угрозы врагов. Космические сердца, примири их с нами, Не дай исполнить их злым намерением. И в судный день не помяни их безумия. Александра, Александра, Максима, Виктора, Сергея. Благослови благодетели наши, воздать добро мы. Елену, благослови Людмилу. Неоганилов, Татьяну. Евгения, Наталья. Юрия, Надежда. Посети болящих, дай силу перенести безропотно страдания. И пошли мы в исцеление, Господи. Валерия, Иллариона, Кирилла. Надежда. Анастасия, Младенца. Татьяну, Татьяну, Татьяну. Валентину, Валентину, Марию. Александру, Анну. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. И во все свое время, по Твоему благоволению, может оказаться полезным. Аллилуйя. Господи, сохрани наши сокровища в интернете. И вознай милость Тебе тем, кто позволяет нам там быть. Благослови их, Господи. И сохрани наше сокровище, книги здесь и в пути, и трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора. Сергея, Сергея, помогающих Андрея, Андрея, Малентина, Италия. Вячеслава, Дмитрия. Ты всем знаешь, Господи. Коснись сердце и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона. Дмитрия. Дмитрия. Добой благословен этот день. Послова Твоего. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебя, мой ангел, за эту ночь. И столько лет ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей. Прошу тебя, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу мою помытарством, страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, моли Бога о нас. Мерликись еще до Торис, образ тропости воздержания. Да укрепит нас Господь, дабы не участвовать в бесплодных делах тьмы. И не страшиться царей начальствующих, но и обречать. Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Мужчина, Господи, житель в бедности, имея пропитание и одежду. Быть благочестивым и довольным, никогда не ротать никому и завидовать. И быть во всем экономным. И каждому дару жилье Сергею говорил. Молите Бога на святых, пророки Божии, я и детей, и Бог Моисея, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархия, Дед, Радиеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варф, Изеки, Иосия, Иоанн, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнен Господь Духом пророческим церковь свою, Дабы день прихода Твоего нашего отшествия не засталось ни готовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры И сосудами, полными верой, Проделаем Духи Святого с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Будь милостей к нам, Владыка, Найди отступников Николая, Михаила, Александра, Юрия, Не дай нам погибнуть в изоплощении. И благослови Алексея, Максима, Путешествующих, Аэль, Сарба, Виктора, Виталия. Божеслови их, помилуй, сохрани и возврати в радости спасения. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы-архангелы, Хилувины, Серафимы, Сенебесные силы, престолы Божьи и предстоящие. Святые апостолы, Петр и Паевы, Венгеристы, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да сохранит нас Господь. И даруй жажду и следуй священное писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, А они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога на святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносис, Поликарп Смирский, Иустин, Философ, Касмай и Дамиан, Андрей Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Камедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, Добой никто не принял на чертание зверя, антихриста. Анфима, Вениамина, Дайверу, Страши родители за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас. И отцы. Басилий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Валтаусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарин, Макарин Антоний, Феодосий, Корнилий Ил, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Тронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Инотентий, Николай, Макарий Алтайский, И Филарет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аминую. Сохранистан Господь в святой православной вере. А замосте летюков разруши в ничто преврати. И обрати их на путь покаяния. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фёкла Твервомущина, Сапатина, Самарянина, Феврония. Вера, Надежда, Любовь. Матерь София, Наталья, Адриан. Варвара, Екатерина, Перепетую. Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина. Мария, Маргалина, Мария Египетская. Крестила, Атила, Гроника, Юни, Катрияна, Устина. Молите Бога о нас. Нодарует Господь послушание и молчание. Соломудрие и стыдливость и сохранив от всяческого поругания и справ не покорилось Галины семейства Евгений Надежда, Надежда, Шиплана, Мария Египетская. Елена, Людмила и Анна. И прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечерия и благоухания, приятную перед престолом благодати Твоей, Господи. И соединяй молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас, во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Прими нашу молитву во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, умершего за наши грехи, а тех, кто заповедовал нам молиться о них. Спаси их, Владыка, и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослыши тарак Твой. Аминь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Аминь. Воистину воскрес. Ну что там по порядку, Сергей Павлович? Считай с выражением, с толком, с расстановкой. Спаси, Господи, от пьянства. Трудно найти предмет, столь часто и столь различно трактуемый даже одной и той же властью, у которой всегда находится до приизлика апологетов и противников. Говорю о вине и о последствиях от него. Вводили сухой закон. Значит, при продаже вин мокрый закон. Грех делался еще более желанней, как в Тунисе, в Саудовской Аравии, где алкогольные напитки называют шайтаньей бесовской кровью. Советские послы вспоминают, как сыновья шейхов выпивали у них за шторенными окнами, с героической дрожью во всем теле, зная, что им за эту радость с черного хода грозит обезглавливание. Газеты писали о голландском капитане при входе в порт Джигда, где неопечатавшим судовой буфет с вином и зато поплатившимся высадкой на берег тюрьмой. И как английский инженер, работавший по найму, на дому там изготовил что-то с градусами, и суд определил ему два с половиной года тюрьмы, несколько тысяч фунтов стерлингов штрафа и через каждые полгода на площади под сорок ударов палкой. Думаю, что не всем сегодня известно отношение книги книг Библии, автор которой сам Бог, «К вину, к пьянству». Цитата. «Работник, склонный к пьянству, придет в упадок. Вино и женщины развратят разумных. Гниль и черви наследуют его». Книга Серахова, 19 глава, 1-2 стихи. «Все вместе взятые школы и обучение профессии не успевают делать того, что делает вино, дисквалифицируя, делая нищим». Цитата. «Вино испытывает сердца гордых пьянством. Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило вино. Вино полезно для жизни, если будешь пить его умеренно. Горесть для души – вино, когда пьют его много при раздражении и ссоре. Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения, умоляя крепость его и причиняя раны». Книга Серахова, 31 глава, с 29 по 35 стихи. «Как правило, у проповедующих винопитие вино и женщины идут в одной упряжке. Большая досада – жена, преданная пьянству, и она не скроет своего срама». Книга Серахова, 26 глава, 10 стих. «Отнюдь не сиди за вином с женою замужней и не оставайся с нею на перу за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель». Книга Серахова, 9 глава, 10-11 стих. «Вино и женщины развратят разумных, а связывающийся с блудницами сделается еще наглее». Книга Серахова, 19 глава, 2 стих. «Дети голубого воскресенья, как говорят немцы, наполняют дома для умолешенных. В Римской империи государственный закон под страхом смерти запрещал молодоженам до 30-летнего возраста употребление вина». В житиях святых 5 мая Ирина читаем, как дьявол кричал «Я друг пьянец». В житиях «И в тихие 6 апреля память исцелил, и в тихие 6 апреля память исцелил прокаженного и дал наказ не пить вина и будешь здоров». Когда заговоришь о вреде пьянства, то в кавычках «знатоки» Писания, не прочитавшие даже строчки из Библии непременно скажут, но ведь и сам Христос воду превратил в вино на свадьбе. Но мало кто знает, что святой Епифаний имел дар превращать и вино в воду. Если по церковным традициям сами пьяницы и родные их, измучившиеся с ними, просят в своих молитвах обычно к святому Ванифатию, имеющему дар от Бога после своей смерти помогать запойцам освободиться от их беды, то к святому Епифанию нужно бы молиться о превращении винных рек в алкогольных берегах в обыкновенную воду. Любую покупку человек таит, неся домой. Но если даже самый бедный в России купит любую червивку, сучок, он его несет как дитя из роддома на показ. Знай, какой Кондрат богатый, все, что у меня есть, мне и помирать не надо. Мечта же номенклатуры не только иметь свой горем, но и преисполниться дорогим вином. Премудрость 2.7 И пиршествовать каждый день блистательно. Евангелие от Луки 16 Некогда молодой и безмерно богатый премудрый царь Соломон решил познать истинные радости жизни на практике. цитата «Вздумал я в сердце моем ждать вином тело мое и вот это суета и томление духа». Экклесиас 2 глава. Апостол Павел предупреждает всех любителей Бахуса цитирую «И не упивайтесь вином от которого бывает распутство. В нем же есть блуд Ефесянам 5 глава 18 стих «Зная губительное действие пьянства церковь на уровне соборов запретило священнослужителям даже входить в корчму». Цитата «Если кто из клира будет замечен в том, что ест в корчме, да отлучится, кроме случая, когда на пути по нужде в гостинице отдыхает». Апостольское правило 54 «И только по великой нужде в пути для ночевки дозволялось войти туда. А преданных вину священнослужителей должно извергать из сана и мирян и низшие клирики добудут отлачены от церкви, ежели не перестанут от всего». Посольское правило 42 и 43 «Ветхом Израиле был закон, по которому непокорных детей следовало наказать, приведя в судилище, сказав «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница, тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби злой среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Книга Второзакония, 21 глава, 20-21 стихи. «Скажут жестокий век, жестокие нравы, просто где не умели пить культурно». Но вот что говорят святые отцы об этом. Цитирую. «Если выпито много вина, оно становится подобным мучителю, ворвавшемуся в крепость, который с высоты ее производит душе неумолкающие мятежи, не оказывая себе ни в каком беззаконном требовании, но прежде всего поработив рассудок, смешивает и приводит в расстройство весь сознательный строй жизни. Голос делает громким, возбуждает непристойный смех, опрометчивый гнев, необузданное вожделение, неистовую и бешеную страсть ко всему беззаконному удовольствию. Пьянство – начало безбожия, ибо оно врачает разум, которым обыкновенно наиболее познается Бог. Пьянство не дает места Господу. Пьянство отгоняет Святого Духа. В душу, оскверненную пьянством, не войдут пост и молитва. Пьянство – мать порока. Противление добродетели оно делает мужественного, робким, целомудренного, похотливым, не знает правды, отнимает благоразумие. Пьянство – это добровольно накликаемый бес через сластолюбие, вторгающийся в душу. Василий Великий Кто проводит время в пьянстве, разгули и объедении, тот подпал жестокой власти дьявола. Пьянство – корень всех зол, пьяница – живой мертвец. Пьянство – это падение, лишение оправдания, общий позор нашего рода. Главное зло пьянства в том, что оно делает для пьяницы недоступным небо и не позволяет достичь вечных благ. Так что вместе с позором на земле, страждущих этим недугом, и на небе ожидает тягчайшее наказание. Пьянство происходит не от вина, и вино создано Богом, но порочная воля производит пьянство. Иван Златоуст «Ежели кто не пьет из освященного чина, из духовенства или миряне, не ради воздержания, а гнушаясь, тот да извержится из своего чина и из церкви». Апостольское правило 51-53. Вино надвое растворено умному на веселье, дураку на погибель. Хотя вино как лекарство положено по церковному и монашескому уставу в воскресные и субботние дни, иногда и в Великий пост, но христовые подвижники не только не злоупотребляли такой возможностью, но и воды недосыто пили. Вино питье первое праведным ноем привело к тому, что весь африканский континент до ныне пребывает в рабстве. Бытие 9-ая глава. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте, все пьющие вино». Порок Иоиль, 1-я глава, 5-й стих. «Пьяницы царствия Божия не наследуют». Первое послание к Коринфянам, 5-я глава, 11-й стих. «Вот что одно должно бы выбить из рук пьющих чашу с вином». Еще цитата. «Пьяный бывает хуже бесноватого. Все мы жалеем бесноватого, а на пьяницу негодуем и гневаемся. Почему? Потому что у того болезнь от дьявольской напасти, а у этого от беспечности, у того от козни врагов, у этого от козней собственных помыслов. Пьянство, несчастье, над которым смеются, болезнь, над которую издеваются, произвольное беснование, которое хуже умопомешательства. Пьяница неприятен для друзей, смешон для врагов, презираем подчиненными, отвратителен для жены, несносен для всех. Особенно же тяжело то, что пьянство, полное стольких зол и порождающее столько несчастья, даже и не считается у многих виной. Пьяный более жалок, чем мертвый. Мертвый бесчувствен и не может делать ни добра, ни зла. А пьяный способен делать зло и, зарыв душу, как в могиле, в плоти зла, умерщвляет свое тело. Даже и удовольствием не может воспользоваться пьяница, потому что удовольствие в умеренности, а в неумеренности бесчувственность. Пьянство всегда зло, но особенно в святые праздники. Здесь вместе с грехом есть и величайшее оскорбление и унижение божественных вещей. За это может быть и двойное наказание. Пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания, наполняя душу смятением, исполняя умраком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным болезням внутренним и внешним. Пьянство это многообразный и многоглавый зверь. Здесь вырастает у него блуд, там гнев, здесь тупость ума и сердца, а там постыдная любовь. Пьяница не может видеть царствие небесного, и что я говорю царствие, пьяница не видит и настоящих предметов, пьянство превращает дни в ночи, свет во тьму, пьяный глядя во все глаза не видит и того, что у него под ногами. Храм Божий это те, в ком обитает Дух Божий. Храмом идолов и дьявола являются те, которые оскверняют себя пьянством и невоздержанием. Христос хочет обитать у тебя, а ты попираешь его объедением и пьянством. Иоанн Златоуст Пьянство приводит к тому, что люди валяются в грязи, как свиньи в болоте, делая человека скотом. Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны. Тоже, кто так его устроил, становится участником и всех его беззаконий. Поэтому, кто открывает дорогу к гибели, тот и этой гибели бывает виновен. Тихон Задонский Дьявол ничего так не любит, как роскошь и пьянство, поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница. Златоуст По толкованию священного писания святыми отцами находим, что вино означает строгость, обличение, наказание. Вино употреблялось как лекарство. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради немощи твоего желудка и частых твоих недугов. Первое послание Тимофею, 5 глава, 23 стих. У пьяного все идет верхом, ртом и низом. Иоанн Златоуст Вот описание состояния пьяницы, как будто не три тысячи лет позади, а современный вытрезвитель видим. Цитирую. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры ботки и до позднего вечера разгорячают себя вином. Рок Исайя 5.11 У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного на стойке коньяка. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как ухаживается ровно, впоследствии, как змея, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал, когда проснусь, опять буду искать того же. Притчи 23 глава с 29 по 35 стихи Алкозависимость в таком положении свыше 70% населения бывшего союза. Привыкший пить вино отвыкает думать, теряет смысл жизни, прячется за винные пары, смотрит на мир одним глазом через горлышко бутылки. Отравить разум, отключиться, не думать, не знать, что готовит тебе опостылившая жизнь, здесь вино выступает, как палач, завязывающий глаза, выносящий приговор, отсекающий голову разум. Вино, говорит мудрец, делает безногого ходячим, слепого зрячим, нищего богатым. В доказательство своих слов посадили за стол слепого, хромого и нищего и напоили их. Слепой, какое прекрасное это красное вино, безногий, замолчи, а то, как ударю ногой, все дебра переломаю. Нищий, убей его, я за него заплачу. Ну вот, все на сегодня. Хороший. Я попрошу, кто остался, чтобы стали Алексея, чтобы бог устроил встречу, и забыл как-то его смирить, что он приехал потерять. Я не знаю, почему у меня такое желание это сильное, чтобы бросил курить. Мне просто жалко его и как-то расположен. Такую даль летел сюда, чтобы взять интервью. Меня это вообще потрясло. Четыре с половиной часа только в воздухе был. В аэропорту везде там, да еще и такое у него состояние получилось. Алексея звать его. Не слышно играть тихо. Расходимся, я говорю, или что-то есть вопросы какие-то? Да, уже почти все. еще один вопрос. Если кто-то близко знакомится с Владимиром Головиным, как-то вы его тоже на скайп вызвали. Ему скиньте наши ролики. Вот сегодня еще один с Юрием Соболем беседуем. Чтобы убрали эти ценники за молитву. Это симония, самая настоящая симония. И чем они тогда отличаются от того, что в церкви везде торгуют за каждое слово, за молитву, кого помянуть. Сребролюбие это смертный грех. На этом полностью разрушил свое будущее Валаам. Пророк Божий. Как это ему дать понятие? Мне открыть это говорить прям никак нельзя. Я выхода не имею во-первых, а потом я уже неоднократно говорил на эту тему. И вы сами от себя скажите. Пусть это молитва по соглашению, все это оправданно, все хорошо, но деньги убрать нигде. Просто объявить добровольное пожертвование на церковные нужды, для бедных или как-то. Мы же тоже где-то говорим такие объявления, но у нас не с тарелкой нигде никак не ходят, вообще нету, десятина все оправдывает. И ему сказать, теперь он не священник, а десятину может говорить. Но платить-то ему никто не будет, там другой священник будет, десятина платится священнику. И чтобы он нигде ничего не делал то, что делал священникам благословлять кого-то или что-то, сразу его принадут анапими. А тогда он не причаститься не сможет ничего. И тогда вообще ничего нельзя повернуть назад будет. Позаботиться надо о батюшке и Алексею Викторовичу шахматове. Если я не нужен, я отхожу. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Новые. Ну, не все разошлись еще. Мало разбежались уже. Ну, ладно.